Всем доброго времени суток! И сегодня я вот выбрался, значит, на пляж, тут на фоне моста, снимаю видосик. И что же меня сподвигло выйти заснять сегодня видео? А вчера, значит, я посмотрел, как Шреддер Алексей выпустил новый свой ролик про то, как он, ну, то ли обиделся, то ли не очень обиделся. Обиделся, в общем, он разбирал по косточкам одного питерского персонажа, который нам рассказывал о том, что прогрессия в тренировках, прогрессия в весах, в тренировках силовых не особо-то и важна. И Алексей говорил о том, что это, мов, антинаучный и так далее. Ну, я-то, в принципе, понимаю Алексея. Его, дескать, обидели, и у него сейчас бомбит, горит, и он летает в атмосфере нашей планеты сейчас. Рассказывая о таких вот вещах и говоря о том, какая эта девочка плохая, он вот этого пацана, значит, девочкой обозвал. Рассказывает о том, что он вот химик и так далее. В общем, короче, все, как он любит. Вот, по-моему, насколько я помню или не помню, кажется, он говорил за какого-то Игорька, если я так правильно понял, что это за чувак. Я даже посмотрел его видео и посмотрел то, что он там говорил. В принципе, я до конца не досмотрел, но так в общих чертах я поглядел и понял, что, в принципе, толкового там ничего особо не будет. И я больше отталкиваюсь от видео Алексея, потому что именно от его видео у меня чуть больше бомбануло. Почему же прогрессия в силовых тренировках не важна, говорит Игорек? Ну, вообще, в принципе, она как бы важна, но тут двоякая ситуация. Дело в том, что есть разница, когда ты работаешь с гантелькой один килограмм постоянно, да, и есть разница, когда ты работаешь с гантелькой, к примеру, 15 килограмм. Но все зависит от того, насколько большой вес. Если работать с этим весом постоянно, можно прогрессировать, можно постоянно пампить, можно расти. И не обязательно прибегать к каким-то большим весам, там, на одно повторение, на два повторения или на три повторения. Я вообще сторонник пампинга. А вообще, я люблю совмещать и силовые тренировки, и пампинг, чтобы было гораздо эффективнее. Лучше перенимать полезное оттуда и отсюда. И как бы то, что Алексей рассказывает о том, что нужно постоянно нагружать себя, рисковать, поднимать большие веса, это все, в принципе, ну, скажем так, травмоопасно. И не стоит внимать этому совету, потому что, если вы неопытный атлет, и вдруг с дуру решили сломать себе один известный половой орган, который и так очень гибок, и поломать его очень трудно, но при желании можно, то я вас предостерегаю, ни в коем случае не нужно на начальных этапах рвать, как говорится, задницу. Поэтому нужно начинать потихонечку. И без прогрессии в весах, да, можно тренироваться. Все зависит от того, какой вес вы берете. Поэтому подберите для себя оптимальный вес. Это может быть, я не знаю, 5 килограмм, 8 килограмм, 10, 12, 15 килограмм. Я, например, гантели в начале своей тренировки беру 7 килограмм для того, чтобы разогреться. То есть, помахать, так сказать, ручками, нагнать в суставы кровь и так далее. Потом у меня идет вес, там, 12 килограмм, 15, 22, 26 и 30 килограмм напоследок я уже беру. Это у меня силовая тренировка. Если у меня не силовая тренировка, именно на пампинг рассчитана, то я работаю в гантелях, ну, 22 килограмма максимум, и так всю тренировку могу. Фигачить их на пампинг именно, нагонять кровь в мышцы, чтобы было у нас замечательно. Потому что именно благодаря пампингу растут мышцы. Благодаря тому, что туда заходит кровь, наши вот эти вот мышечные волокна, пасцы, как любят сейчас говорить. Все это там дело приумножается, преувеличивается, и благодаря пампингу все это дело начинает расти. Это, в общем, рассказывать очень долго, потому что это отдельная тема для разговора, не для сегодняшнего видео. Но я просто решил высказать вот свое мнение по поводу Шреддера и того, что он там рассказывал о том, что этот Игорек у нас антинаушный. Да, в принципе, рассказывает он там полную хрень, но вот именно по вот этому вот поводу, потому что без прогрессии весов, вот именно здесь у меня и бомбануло. Потому что можно прогрессировать и с одним и тем же весом занимаясь. Поэтому не знаю, что там Алексей себе надумал, вот. Ну, в принципе, может, у него просто затмился немножко разом, поэтому он решил так вот бомбануть на видео. И видео, кстати, почему-то так оборвалось резко. Я ожидал, как бы, что будет продолжение. Ну, прям взяли как вот так вот, бах, и все, как, знаете, как гильотина, голову спречь и кранты. Так что пожелаем Алексею скорейшего доснимания, может быть, перезалива ролика или дольет еще чего-нибудь. В общем, мое мнение, что без прогрессии в весах заниматься можно, прогрессировать тоже можно. Все зависит от того, какой вес вы берете. Так что вот такое вот сегодня было видео коротенькое. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, комментируем видео, пустим обязательно в сетях, потому что мне это очень будет полезно, а вам это ничего не стоит. Так что всем спасибо, пока!